Всем привет, с вами канал Green Good, и сегодня мы начинаем новую рубрику по игре Dota 2. Ну, это рубрика по гайдам, и в первом выпуске у нас будет Путч. Ну, я думаю, начнем с закупа, так как Путчпас всегда у нас идет на мид. Сначала мы покупаем утонгусик, и как можно быстрее пытаемся нафармить ему боттл. После появления боттла можно купить простой ботинок, далее орну, и у нас дальше идет уже такое спортное. Олдфаги собирают у нас Арканбутс, а сейчас такая новая фишка — собирать Транквилу. То есть Транквилу дает бонус к передвижению и более большой Ригенхо. Так, далее, что собирать Путчу уже более в поздней игре? Можно купить Блингдаггер, Аганим Скипетр, далее Пайп, далее заменить урну на Тараску, к примеру. Чтобы Путч более быстро перемещался по карте, ему можно собрать уже в лейте, вместо Транквил, Травала. Ну, а боттл, конечно же, можно заменить на БКБ. Ага, все. Ну, и, наверное, это самый идеальный закуп Путча в лейтгейме. Ну, и первая способность Путча — это Мид Хук. На первом левеле прокачки у него 700, радиус 700, на втором — 900, на третьем — 1100, и на четвертом — 1300. Урон. На первом уровне — 90, на втором — 180, на третьем — 270, и на четвертом — 360. Путч может хукать любых персонажей, и также он может хукать крипов своих и противника, может хукать невидимых героев, например, Рики. Но он не может хукать Рошана, Эншентов и вагонетки, то есть через вагонетки можно кидать хук. Вторая способность Путча — это Рот, то есть Вонь. Она действует в радиусе 250, наносит 20% замедление и также наносит урон. На первом уровне — 35 урона в секунду, на втором — 60, на третьем — 85, на третьем — на четвертом — 110. Замедление, на самом деле, очень хорошее и достаточно сильное, то есть после хука, если включить вонь, то противнику будет очень сложно от вас уйти. Если включить вонь на маленькое количество хп, то Путч сделает самоубийство. Если у Путча будет маленькое количество хп, и он будет вонять, то он совершит самоубийство, то есть не даст противнику ни опыта, ни золота. Вот. Третья способность Путча — это пассивная способность. Она дает дополнительное сопротивление к магии и дополнительный прирост к силе Путча. Если в радиусе 450 умирает какой-то герой, то у Путча прибавляется пассивная способность. На первом левеле это 8% к сопротивлению магии и 1 прирост к силе. На втором левеле 8% к сопротивлению магии и 1,5 прирост к силе. На третьем — 10% сопротивлению магии и 2 прироста силы. И на четвертом левеле прокачки 13% сопротивления магии и 2,5 прирост к силе. И вы можете видеть, что когда предоставят пассивную способность, это над вашим здоровьем. Есть табличка, которая написана, сколько у вас пассивной способности. Это очень полезно. То есть, если даже вы не участвовали в драке, но рядом с вами умер персонаж, вы становитесь сильнее. Также третий скилл очень хорошо комбинирует со вторым. При воне вам наносится меньше урона, так как вторая способность урона магический, а третий скилл увеличивает сопротивление к магическому урону. И ультимэт Путча. Он действует 3 секунды. Можно использовать его в небольшом радиусе. Он наносит посекундный урон. На первом леволе это 75 урона в секунду, на втором 125, и на третьем 150, 175 урона в секунду. Эта способность улучшается с аганимом, и при его покупке вы будете не только наносить больше урона, но и восстанавливать себе здоровье. В процентном соотношении от вашей силы. Вы как видите, здоровье восстанавливается очень быстро, и то есть за 3 секунды можно очень хорошо отъявиться в драке. Ну или после драки. Что в босьху ком нужно знать небольшие хитрости. Нужно кидать хук на опережение. Если вы кинете хук прямо врага, ну то есть не на опережение, то вы скорее всего им не попадете. Хук нужно кидать на опережение, и если враг не сможет увернуться, то вы скорее всего им попадете. Теперь немножко тактики игры за Путча. Вы можете спрятаться в кусты, ваша задача попасть хуком, сразу же после этого включить вонь, и быстро ультануть, чтобы враг не смог никуда спрятаться. Путч, в принципе, неплохой инициатор, достаточно, то есть он может начинать драку, и если у него, тем более, он уже раскачан, то его мало кто может повредить. Ну, наверное, это все. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал Green Good, подписывайтесь, ставьте лайки, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok